Глава 28. Начало избавления. Рассмотрим в подробностях тему начала избавления, поступ Машиаха, ясно слышимую в наши дни. Из всего сказанного в предыдущих главах ясно, что источником этого процесса является Божий гнев на народы, которые поносят его имя и не принимают его своим Богом. Столь же ясно и то, что нынешние страдания еврейского народа, достигшие кульминации в ужасающей катастрофе, это открытое богохульство и осквернение имени Господа, которое и положило начало избавлению. Именно из этого страшного времени вытекли сладкие воды, начало избавления. Как я уже объяснял, этот термин связан с событиями, описанными в шмот 15.23.25. Они пришли в Мерву, но не могли пить там воду, потому что она была горькой. Моше воззвал к Господу, и он показал ему дерево. Моше бросил его в воду, и она стала пригодной для питья. Конец цитаты. В Михилте, Бешалах Масехта Деваиса 1, мудрецы спорят о конкретном виде этого дерева, но все сходятся в том, что оно было горьким. Цитата. Раббан Шимон бен Гамлеэль говорит. Посмотрите, как пути Бога отличаются от путей человека. Человек очищает горечь сладостью, но Бог очищает горечь горечью. Почему так? Он помещает нечто вредное во вредное вещество, чтобы сотворить чудо с его помощью. Конец цитаты. Да, когда Бог решил положить конец богохульству и начать избавление, Он бросил горькое дерево катастрофы в горькие воды изгнания, чтобы сотворить сладкие воды избавления. По большому счету, именно катастрофа придала еврейскому народу решимость отправиться в Эр-Цесраэль и рисковать жизнью ради этой земли. Однако важно определить, почему этот процесс начался именно сейчас. Разве раньше не было ужасных катастроф, когда еврейская кровь текла рекой? Разве народы не оскверняли Божье имя и раньше крестовыми походами, инквизицией, погромами? Да, борьба и озлобленность народов никогда не прекращались. И если предыдущие поколения не заслужили избавления своей верой и добрыми делами, то что остается нам, поколению развращенному и испорченному, дворим 32.5, которое идет по неверному пути и ему нельзя доверять, там же стих 20, которая проклинает отца и не благословляет мать, а не чисты в собственных глазах, но не омыты от своей скверны, поколения с надменными глазами и высокомерными веками. Мишлей 30.11.13 Поколение, в котором столь явны все признаки высокомерия, противоречащего смыслу бытия. Совершенно ясно, что по нашим делам мы не заслуживаем начала избавления, так почему же оно пришлось именно на наше поколение, пусть и в свое время? Ответ находится в самой причине сотворения мира и человека. Как сказал царь Давид в конце Таилим, «Да славит все живущее Господа!» Аллилуйя! Таилим 156. «Мир был создан таким образом, чтобы человек преклонил колени перед Богом, поклялся ему в верности, прославил его великое имя и принял ярмо его царства, провозглашая «Твое царство, царство на все времена» Там же 145.13 «Таким образом придет великий день, когда Господь станет царем над всей землей. В тот день Господь будет один и его имя одно» Захария 14.9 «Мир был создан таким образом, чтобы все народы приняли единственность и исключительность Бога, которую Израиль провозглашает дважды в день. Все народы должны увенчать Бога царем и объявить «Господь наш Бог! Господь один!» Дворим 6.4 Мудрецы пишут Сифри Вайтханан 31 «Господь наш Бог!» Комментарий Поскольку уже сказано «Господь один», что мы узнаем из фразы «Господь наш Бог!» Это означает, что его имя применяется в первую очередь к нам. Другой урок «Господь наш Бог!» «Господь один над всем человечеством!» «Господь наш Бог в этом мире!» «Господь один в будущем мире!» Так же сказано «Господь будет царем над всей землей!» «В тот день Он будет один и имя Его одно!» «Другими словами, даже в этом мире Бог один и нет другого!» «Однако, поскольку Он избрал нас и мы, в отличие от народов, поверили в Него, Его имя применяется к нам больше!» «Пока Он еще наш Бог!» «Потому что народы Его отвергли!» «Но как только Он откроется им и осветит свое имя, они тоже признают Его и скажут «Господь один!» Как сказано «Тогда обращу Я все народы к тому, чтобы ясным языком все взывали к имени Всевышнего и служили Ему в единстве» Цфания 3.9 «Господь правит, да возрадуется земля, да возрадуется множество островов» Таилим 97.1 «Господь правит, да содрогнутся народы!» Таилим 99.1 «Хвалу Бога изрекают уста мои, всякая плоть благословит имя святости Его вовеки веков» Таилим 145.21 «Когда весь мир признает Бога и преклонит перед Ним колени, наступит освящение имени Господа. Мы как бы пригласим Бога стать царем над миром, примем Его владычество. В этом и состоит предназначение творения». «Однако мир не сможет принять власть всемогущего, пока не узнает Его имя. Так фараон не мог ни принять, ни отвергнуть Бога, пока не услышал Его имя. Только тогда он мог сказать, «Кто такой Господь? Я не знаю Его». Шмот 5.2 Другими словами, чтобы совершить освящение или осквернение имени Господа, необходимо знать, что есть Бог, имя Которому – Ашем. Подобным же образом, если мир не знает о Божьем народе Израиле, этот народ не может быть источником ни освящения, ни осквернения имени Господа. Если народы не знают о существовании Бога и Израиля, как они смогут принять Бога как царя? Ешиягу говорит 2.3 «Многие народы придут и скажут, «Пойдем, взойдем на гору Господа, в дом Бога Якова. Он научит нас своим путям, и мы будем ходить его путями. Ибо из Сиона выйдет закон и Слово Господа из Иерусалима». Конец цитаты. Как это сможет произойти, если большинство людей в мире никогда не слышали Божье имя? Пока народы жили в изоляции, так что у каждого была своя религия и культура, а информации о других странах почти не было, как они могли узнать об Израиле, Торе и Господе. Они не могли ни принять, ни отвергнуть его царство. Однако в наши дни мир настолько объединен, а информация распространяется настолько быстро, что в каждой стране известно, что происходит повсюду в мире. Сегодня люди во всем мире уже знают, что существует еврейский народ, Бог которого – Господь, и что этот народ провозглашает единственность Бога. Следовательно, сегодня народы уже могут принять либо отвергнуть Бога, осветить, либо похулить его имя через свое отношение к еврейскому народу. Современный научно-технический прогресс привел к беспрецедентным изменениям в общественной жизни, экономике и дипломатии. Всего за каких-то несколько лет мир превратился в одну большую деревню. Народы, которые еще вчера ничего не знали друг о друге, сегодня поддерживают тесные отношения, и если где-то что-то происходит, об этом сразу же узнает весь мир. Мы стали свидетелями неожиданного появления нового царства науки и технологии, которое знает Иосифа и всех его братьев. Впервые в истории люди всех национальностей, рас и оттенков кожи узнали о еврейском народе. Они знают о Боге Израиля, однако не признают Его Богом, отказываются принять Его владычество. Народы, которые еще вчера ничего не знали о евреях, торе и Боге Израиля, сегодня вместе с врагами Израиля нападают на Бога и Его помазанника, ничуть не задумываясь о последствиях. Как сказал царь Давид, зачем возмущаются народы и племена замышляют тщетное? Восстали цари земли, а князья совещаются вместе против Бога и против помазанника Его. Таилим 2.1.2 Елкут Шимани комментирует Таилим 2.620 Против Господа и против Его помазанника Комментарий Они подобны разбойнику, который проклинает царя и говорит «Если я найду князя, я похищу и жестоко убью его». Однако Бог смеется над ними, как сказано, «Тот, кто сидит на небе, смеется». Там же стих 4. Конец цитаты. Мудрецы говорят, Миноход 110 Алиф, «От Тира до Карфагена люди знают об Израиле и его отце на небе. От Тира к западу и от Карфагена к востоку не знают». Конец цитаты. Махарша комментирует, Этот источник упоминает Израиль перед Богом, ибо через Израиль внизу становится известной божественность и сила Бога, и народы узнают, что Он есть Бог Израиля, наблюдающий за миром, то есть их Отец на небе. Однако от Тира к западу, поскольку они не знают Израиль, они не знают и Отца Израиля на небе, наблюдающего за этой землей. Конец цитаты. Как видим, здесь прямо сказано, что только через Израиль народы могут узнать имя Бога и освятить Его, признав Его владычество. Израиль распространяет истину о Боге повсюду в мире. Пока большинство народов мира не знают о народе под названием Израиль, как им узнать, что Господь есть Бог? Только узнав о существовании еврейского народа и Его Боге, мир может признать Бога и Его Тору, что будет означать освящение имени Господа, либо не признать, что будет соответственно Его осквернением. Только тогда будет возможно окончательное избавление. Эта тема рассматривается в Талмуде. Миноход. Цитата. Раби Симибархия предложил парадокс Раву. «От востока до запада мое имя велико среди народов. Везде моему имени воздаются воскурения и чистые жертвы». Малахия 1.11 Здесь утверждается, что все народы признают Бога. Рав ответил, «Это ли Сими ясно, что они называют все силы Богом?» Конец цитаты. Иначе говоря, все народы признают существование высшей силы, верховного божества. Это знают даже идолопоклонники, хотя при этом и верят в богов-посредников. Радак пишет, Малахия там же, «Хотя они поклоняются небесному воинству, они признают, что я, Бог, являюсь первопричиной. Однако они поклоняются им в согласии с точкой зрения, что должны быть посредники между мной и ими». Конец цитаты. Но эти народы не признают ни имя верховного владыки, ни тот факт, что он дал Тору особому избранному народу, Израилю. Не признают они и то, что он единственный Бог, без всяких посредников, что он один и его имя одно. Так было на протяжении тысячелетий, но в наши дни, благодаря научной революции, жители Земли могут постоянно поддерживать контакт друг с другом вне зависимости от расстояния. Сегодня все население земного шара знает о существовании народа Израиля и их небесного Отца. следовательно, впервые в истории отказ народов признать Господа своим Богом, отказаться от своих идолов и перестать глумиться над Израилем является полным осквернением имени Господа, что приготовляет почву для избавления в свое время. Именно сегодня впервые возникла ситуация, когда весь мир, все Божье творение отказывается признать Бога и Его первородного сына Израиль. Имея для этого все возможности, мир все же отказывается увенчать Бога царем и нападает на Израиль, не боясь гнева Его Бога. Это величайшее осквернение имени Господа, открывающее путь для избавления в свое время. Ирмиягу пишет «Излей свой гнев на народы, которые не знают тебя, на семьи, которые не признают твое имя». 10.25 «Как может Бог излить свой гнев на народы, которые даже не подозревают о Его существовании? Только когда они узнают о Нем, можно будет говорить о том, что они сделали осознанный выбор и, следовательно, заслуживают наказание. Именно в этом значение следующих стихов «Господь будет судить концы земли, Он укрепит своего царя и возвеличит славу своего помазанника». 1 Шмуэля 2.10 «Господь обнажил свою святую руку перед всеми народами, все края земли увидят спасение нашего Бога». Ешаяу 52.10 «В будущем Бог обнажит свою святую руку, то есть проявит свою мощь перед всеми народами по всему лицу земли, и когда они увидят это, Его имя будет освящено». Как уже отмечалось выше, освящение имени Господа приходит через проявление Божьей силы? Сказано также «Он, Машуях, восстанет и поведет свое стадо силой Господа, величием Божьего имени, и они будут жить в безопасности, ибо тогда Он будет велик до краев земли». Михей 5.3 В предыдущем стихе говорится «Он, поэтому Он отдаст их, пока не родит имеющее родить». В Сан-Эдрин 98 Бет находится комментарий «Сын Давида не придет, пока языческое царство не распространит свое владение над Израилем на 9 месяцев, как сказано, поэтому Он отдаст их, пока не родит имеющее родить». Иными словами, избавление в свое время будет сопровождаться ужасными страданиями, подобными родовым мукам. Однако придет избавление только тогда, когда Бог явит свою силу всему миру, и тогда Он будет велик до краев земли. Похожие слова написал и царь Давид. «Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все края земли». Таилим 67 8 «Все края земли вернутся к Господу, и вся семья народов будет поклоняться перед тобой, ибо власть принадлежит Господу, Он правитель над народами». Таилим 22 28 29 «Бог проявит свою силу и свой гнев таким образом, что вся земля убоится Его и вернется к Нему, приняв Его владычество. И опять-таки, пока весь мир не увидит Божью силу, избавление в свое время невозможно, равно как и исполнение стиха «Вся власть принадлежит Господу». В Таилим 59 6 мы читаем «Ты, о Господь воинств, Бог Израиля, пробудись, чтобы наказать все народы, не проявляй милосердия ко всем ужасным предателям». Конец цитаты. И Алкут Шимани комментирует Таилим 59 777 «Здесь, на земле, Бог притворяется, будто спит, потому что Израиль недостоин избавления должным образом». Так сказано, «Когда Господь пробудится, словно спящий» Таилим 78 65 «Однако в будущем, когда придет конец, Бог как бы пробудится для них, как сказано, «Пробудись, чтобы наказать все народы, в то время Он не проявит милосердия ко всем ужасным предателям». Конец цитаты. «Невозможно, чтобы Бог наказал все народы за отвержение Его еще до того, как они о нем узнают. Чтобы заслужить наказание, они должны услышать о нем». Давид продолжает «Поглоти их в гневе, поглоти их, чтобы их больше не было, пусть знают все до краев земли, что Бог правит в Яакове». Таилим 59 14 Об этом же пишет и Ирмиягу 16 19 «О Господи, моя сила и крепость, мое прибежище в день бедствия, к тебе придут народы от концов земли и скажут «Наши отцы наследовали только ложь». Конец цитаты. Другими словами, в день бедствия или в день избавления в свое время, сопровождающий собедствием, Бог придет и спасет нас. Именно об этом Ирмиягу говорит в другом стихе 37 «Время несчастья для Яакова, но от него он будет спасен». Конец цитаты. Время несчастья принесет спасение в свое время. Когда? Когда народы придут к тебе от концов земли. В Сафонии 2 10 11 говорится «Вот что они получат за свою гордость, за то, что насмехались и говорили хвостливо против народа Господа воинства. Господь вселит в них ужас, ослабит всех богов земли, тогда все острова народов будут поклоняться ему, каждый на своем месте». Конец цитаты. Даже далекие острова услышат о Боге и примут его владычество. В войне с Гогом Бог отомстит своим врагам и осветится. «Так я возвеличусь, освящусь и прославлюсь в глазах многих народов». Ехескель 38-23 Об этом у Ешаягу говорится так 66-18-19 «Я знаю их дела и мысли. Придет время, когда я соберу все народы и языки и они придут и увидят мою славу. Я совершу суд против них, пока они не покажут мою славу всему миру. Это война Гога и Магога Ибн Эзра». Конец цитаты. «И я поставлю знак среди них и пошлю спасшихся к народам, к далеким островам, которые не слышали о моей славе». Сообщений о моей доблести торгум Йонатан «И не видели моей славы, и они провозгласят мою славу среди народов». Конец цитаты. Другими словами, когда мир превратится в глобальную деревню в кавычках, так что о величии Божьего имени смогут услышать все, избавление придет в свое время. Вот еще одна причина, почему начало избавления приходится именно на наше поколение. Эта причина – беспрецедентные изменения в жизни общества. Научно-техническая революция объединила весь мир в осквернении имени Господа. Современный человек привык считать себя Богом, всемогущим, причем для этого ему даже не нужно задумываться о еврейском народе. Завоевание космоса, достижение в генной инженерии и биологии, другие открытия, свидетельствующие о практически неограниченном прогрессе. Все это приучило человека к мысли, что он властелин не только своей судьбы, но и всей Вселенной. В результате человек отказался признавать существование владыки Вселенной, ее подлинного Творца и Властелина. Прогресс посеял в человеке семена бунта. Он лишил Бога его престола и сам сел на его место. Выйдя в космос, халал, человек пустился в богохульство, хилул. Да поможет нам небо! Никогда еще в мире не было столько неверия, столько богохульства и ереси, как сегодня. Цитата «Спроси о давно минувших временах, возвращаясь ко времени, когда Бог создал человека на земле». Дворим 4.32 На протяжении всей истории человек верил в Бога. Он всегда верил во что-то намного превосходящее его самого, высшую силу, контролирующую вселенную и его самого. Мир без высшей силы был немыслим для всех поколений вплоть до нашего. Пусть вера человека и искажалась, пусть она порой смешивалась с жестокими, примитивными и наивными формами идолопоклонства, но человек все же продолжал верить. Между тем сегодня, в относительно короткий срок, мир превратился в набор обществ, отвергающих высшую силу. Большая часть цивилизованного в кавычках мира в лучшем случае отдает дань уважения понятию божественного, но на практике не проявляет веру. Наше поколение впервые в истории отказалось от веры, заменив ее на симбиоз науки и логики, который позволил человеку определять собственный путь в этом мире. Важно осознать, что неверие гораздо хуже идолопоклонства, как пишет Ибн Эзра в своих комментариях к десяти заповедям Шмот 22. Цитата «Для любого человека не верить в Бога является преступлением, превосходящим поклонение идолам. Многие люди верят в Бога, однако приносят жертвы и воскурение идолам, как и те, кто приносят воскурение звездам, думая, что они принесут им богатство. Они говорят, поскольку мы перестали делать приношение звездам в небе, мы потеряли все» Ермияху 44.18 Так же сказано, они боялись Господа, но служили своим собственным богам. Вторая царей 17.33 Так же и Нейман говорит о том, что он простирается в доме Римона, там же 5.18 «Они признают Бога, однако все равно поклоняются другим». Конец цитаты. Действительно, вера в высшую силу упоминается в самой первой заповеди «Я Господь твой Бог» Шмот 22. Рамбам комментирует там же «Эта заповедь является положительным предписанием, в ней говорится «Я Господь». Заповедуется знать и верить, что Господь существует и что Он есть Бог, то есть, что Он существует и сейчас и предшествовал всему и все произошло посредством Его воли и способности. Он их Бог, которому они обязаны служить. В Дадзаканин Миба Алей Гатосафот сказано, что означает это высказывание «Я Господь твой Бог». Чего оно требует и от чего предостерегает? Означает оно следующее «Я Господь твой Бог и я заповедую тебе четко знать, что я являю создателем, что я тот, кто заповедует все заповеди, что я верен в награде и наказании. Знать Господа означает, что человек обязан знать, что Господь является благословенным создателем». Конец цитаты. Рабейну Бехайя написал в предисловии к своему божественному труду «Ховод, Галевавод, Шар, Гаихуд». «Когда мы исследуем, что является самым важным из всех аспектов нашей веры и ее оснований, мы найдем, что это полная вера в Бога во всех ее проявлениях. Это главный принцип Торы. Это сущность веры, то, что отличает верующего от еретика. Вот почему первыми словами Бога, обращенными к нам на горе Синай, были «Я Господь, твой Бог». Конец цитаты. Все это самоочевидно. Без веры в высшую силу нет ни богобоязненности, ни смирения, ни самоограничения. Человек становится просто сгустком высокомерия. Его не связывает никакая заповедь, никакая истина. Вместо того, чтобы духовно возвышаться, он превращается в животное, если не хуже. Отрицание Бога, пусть и при внешней религиозности, есть не что иное, как высокомерное и животное самообожествление. Это прямая противоположность ярму неба и предназначению мира. Именно в наши дни весь мир снизошел в бездну, отвергнув высшую силу. Развитие науки и технологии позволило людям вести роскошный и экстравагантный образ жизни, который в прошлом не могли себе позволить даже цари. Это убедило человека в собственных логических и интеллектуальных возможностях, в способности обеспечить себе бесконечный прогресс и светлое будущее. Чем более талантливым становился человек, тем меньше в нем оставалось страха перед высшей силой. Человека обуяло ересь и из смиренного творения, чей конец прах, он сделался царем и подлинным творцом. Чудовищные ереси, великие научные открытия, материализм, все это подпитывает похоть и тягу к удовольствиям. Проверенные временем идеи, завоевавшие мир, были в мгновение ока отброшены. Божественные ценности, учившие смирению перед Богом, самоотречение, подавление страстей, ярмо Божьего Царства, все отброшено во имя нового человека, услаждающего свою плоть, эгоистичного, свободного делать все, что захочет, без всяких последствий. С одной стороны, это новая эпоха, первая в своем роде, эпоха универсального неверия в высшую силу, высшего осквернения имени Господа. С другой стороны, мир прошел полный круг, повторив восстание Адама. Как Адам отверг ярмо неба, съев плод с древа познания добра и зла и восхотев плода с древа жизни, так же поступили и его потомки. Бог спросил Адама, ел ли ты с древа, о котором я заповедал тебе не есть? Берешит 3.11 Позже Бог сказал ангелам служителям «Человек стал как один из нас в знании добра и зла. Теперь нужно не допустить, чтобы он протянул свою руку и взял так же и от древа жизни. Он может съесть от него и жить вечно». Берешит 3.22 Потомки Адама напоминают своего прадца. Как и он, они хотят уподобиться Богу и, следовательно, стать самим Богом. Это кульминация эгоизма, гордыни и осквернения имени Господа, и Божье избавление очистит от этого землю. Бог сделал нашу эру временем гнева, когда он, так сказать, освободит сам себя. В конечном счете человеческая гордыня прямо противоречит смыслу творения. Она бросает ему самый дерзкий вызов и порождает самый худший вид осквернения, о чем мы уже говорили. Гордыня настолько ужасное качество, что наши мудрецы не скупились на слова, осуждая его. Так они говорили, что гордыня эквивалентна идолопоклонству и неверию в Бога. Бог говорит о гордеце. Он и я не могут сосуществовать в мире. Я уже уделял этой теме достаточно внимания. Впрочем, никогда не будет лишним снова вспомнить духовное руководство наших мудрецов, посвященное гордыне. Например, вот что говорит Рабейн Убихае «Кад гакемах» «Гава» «Гордыня» «Известно, что тот, кто пользуется гордыней, пользуется нарядом царя». Как сказано «Господь правит, он облачен в гордость» Таилием 93.1 «Гордость подходит только ему, но не о плоти и крови». Бог искушал Иова «Облекись в гордость и величие, оденься в славу и великолепие» Иов 40.40 «Ибо все это платье Бога, только Он возвышен над всеми существами, даже подчиняет грешников и бунтовщиков здесь на земле, смиряет высокомерного, не позволяя их гордыне разрушить мир. Господь правит, Он облечен в гордость, мир стоит твердо, Он не разрушится, отсюда мы учимся, что если бы Бог не восторжествовал над высокомерными и не смирил их, мир разрушился бы». Конец цитаты. «Даже дружей верховной власти, вызывая его гнев» «Михилта Бешалах» «Месехта Дэщира» 2. «Он восторжествовал над гордыми» Шмот 15.1 Комментарий «Бог торжествует над всеми гордецами, наказывая их тем же средством, через которое проявляется их гордыня». Так о поколении потопа сказано «Их бык оплодотворяет и не извергает, их корова зачинает и не выкидывает, Иов 21.10 И затем «И все же они говорят Богу отойди от нас, кто такой всемогущий, что мы должны служить Ему, какая нам выгода, если мы будем молиться Ему». Там же стих 14.15 «Они сказали, если все, что Он дает нам, это лишь немного дождя, то нам этого не надо». Конец цитаты. Почему? Потому что «Туман поднимался от земли и орошал всю поверхность земли». Берешит 2.6 Бог ответил «Глупцы, той же щедростью, которую Я проявил к вам, вы гордитесь передо мной, и через нее же я накажу вас». «Дождь был на земле сорок дней и сорок ночей». Берешит 7.12 Подобным образом у Вавилонской башни люди были наказаны тем же средством, через которое они проявляли гордыню. Они сказали, «Пойдемте, построим себе город и башню, чья вершина достигнет небес. Создадим себе имя, так что мы не рассеемся». Берешит 11.4 «Но Господь рассеял их оттуда». Там же стих 8. «Тоже произошло и в Египте, как сказано. Фараон взял 600 колесниц». Шмот 14.7 «И затем колесницы и войско фараона он поверг в море». Шмот 15.4 «Сисра тоже был наказан подобным образом. Как сказано, «Сисра собрал все свои колесницы, даже 900 колесниц из железа». Судьи 4.13 «И затем они сражались с неба, звезды на своих путях, то есть небесные колесницы, сражались с Сисрой». Там же 5.20 «О Синнахериме сказано, через твоих послов Малахим ты насмехался над Господом, ты сказал, я выкопал и выпил чужие воды». 2.Ц.19.23.24 «И затем ангел Малах Господа вышел и поразил в Ассирийском стане 185 тысяч». Там же стих 35. Равины сказали, «Это был только самый крупный из пораженных отрядов, но ни один командир не командовал менее, чем двумя тысячами, как сказано, я дам тебе две тысячи лошадей, как ты можешь обратить лицо командира наименьшего из слуг моего господина». Там же 18.23.24 «Мы ниже находим вот слово, которое Господь высказал о нем. Девственница, дочь Сиона презрела тебя и посмеялась над тобой. Кого ты осмеял и похулил? Там же 19.21.24 В этот самый день он остановился внове, потрясая рукой перед устами дочери Сиона». Ешаяу 10.32 «Навуха-да-нассор тоже был наказан посредством своего высокомерия, как сказано, ты сказал в своем сердце, я поднимусь на небо». там же 14.13 «И я взойду на высоту облаков» там же стих 14. Что говорится после этого? «Однако ты будешь сброшен в преисподнюю» там же стих 15. «О Тире сказано «Так говорит Господь Бог Ты о Тир сказал Я совершенно прекрасен Твои границы в сердце моря» Ехескель 27.3.4 «Что дальше?» Цитата «Поэтому так говорит Господь Бог «Вот я против тебя о Тир я призову многие народы против тебя как море призывает волны» там же 26.3 «А о князе Тира сказано «Сын человека скажи князю Тира так говорит Господь Бог поскольку твое сердце надменно и ты сказал Я Бог» там же 28.2 «Что дальше?» Цитата «Ты умрешь смертью необрезанных от руки чужостранцев» там же 28.10 «Народы наказываются теми же средствами через которые проявляется их высокомерие как сказано Он восторжествовал над гордецами» Конец цитаты Царь Давид сказал «Сказал я нарушителям не нарушайте а злодеям не возносите свысоко и не вещайте задрав шею но Бог судья одного унизит другого возвысит вот чаша в руке Господа бродит вино полное примесей из нее он наливает все злодеи земли даже остаток из нее выцедят все высокомерие злодея сокрушу да превознесется праведник Таилим 75 5 6 8 9 11 в сифри аазину 324 сказано но это скрыто у меня в будущем дворим 32 34 комментарий раби илиезр сын раби йоси галилеянина говорит если чаша была закрыта и почти опустошена осталась только последняя капля я мог бы подумать что она неэффективна поэтому сказано ибо в руке господа чаша с пенящим ся вином Таилим 75 9 цитата и он наливает из него там же комментарий именно из этой капли пила поколения потопа и рассеяния люди с дома и аморры фараон и вся его армия сисра и все его полчища навуходонасор и вся его армия синнахерим и все его отряды и из этой же капли всем грешникам мира предначерта напить до конца человечества так сказано на этой горе господь воинств делает для всех народов пир из тучных яств пир из вин на осадке из тучных яств полных мякоти из вин на хорошо очищенном осадке ешаяу 25 6 конец цитаты в песах мы пьем четыре чаши вина согласно рабе леви это связано с четырьмя царствами берешит раба 88 5 а рабе шуа бен леви добавляет это относится к четырем чашам яда которые бог дает выпить нечестивым в соответствии с чем он даст Израилю четыре чаши спасения в будущем там же смотри другой аналогичный источник иерусалимской талмуд псахим 10 1 итак для высокомерных и неверующих народов притесняющих Израиль приготовлено чаша с ядом в Ешеяу 51 22 23 есть такие слова так говорит твой господь твой бог который защищает дело своего народа я удалил из твоей руки чашу с ядом глубокий кубок моей ярости и больше не будешь пить из нее я вложу ее в руку тех кто причиняет тебе беды кто сказал твоей душе пригнись чтобы мы смогли поехать на твоей спине раши конец цитаты мы также читаем такие слова возрадуйся и ликуй о дочь эдома какое-то время раши живущее в земле уц эта чаша пройдет и над тобой ты будешь пьяна и раздета конец цитаты обратите внимание на выражение земля уц в то время эдом был на пике славы но они высокомерно насмехались над богом и не сомневались в собственном благополучии однако при этом сокрушает луки сильных там же стих 4 например так он поступил с иовом чтобы показать что весь мир в его руках что он дает и отбирает как нам известно иов был из уца плач ирмиягу 4 21 и думяне наслаждались миром они были уверены что их господство будет продолжаться вечно народы никогда еще не были настолько высокомерны как сегодня когда вооруженные богатством силой и знаниями они тянут руки к дереву жизни чтобы увенчать себя царями и навсегда забыть об имени бога тот факт что человек достиг вершин высокомерия породив самое великое сквернение имени господа за всю историю является еще одной причиной почему бог назначил избавление в свое время именно на нашу эру мудрецы говорят Михилта там же цитата он восторжествовал над гордецами комментарий он торжествует и будет торжествовать в будущем как сказано ибо господь воинств знает день в который все гордое и высокомерное все превознесенное будет уничтожено конец цитаты цитата на всех кедрах ливана высоких и превознесенных и на всех высоких горах и на всех высоких башнях и на всех укрепленных стенах и на всех кораблях таршиша и на всех прекрасных изображениях человеческая гордыня и надменность будет унижена и господь один будет высок в тот день конец цитаты и наконец цитата идолы полностью погибнут ешияу 2 12 18 смотри так же танхума бешалах 12 конец цитаты да высокомерие народов вызванное благополучием богатством силой и прогрессом приблизит избавление Израиля в танхуме объясняется цав 2 бог сказал всякий кто поднимает себя обречен на огонь как сказано то что поднимается то есть приношение идет в печь во икра 6 2 это царство эдома которое возвысило само собой как сказано хотя ты делаешь себе гнездо высоко как у орла и хотя ты ставишь его среди звезд я сниму тебя оттуда говорит господь о вадья стих 4 и они приговорены к огню как сказано тогда я посмотрел из-за звука великих слов которые издавал горн и я взглянул зверь убит и его тело уничтожено и отдано пылающему огню Даниил 7 11 конец цитаты так высокомерие народов навлечет на них Божий гнев из гордыни и отсутствия страха перед Богом словом всего того что составляет осквернение его имени народы нападают на Израиль в отчаянном стремлении уничтожить его Танхума Бешалах 16 величие твоей гордости шмот 15 7 комментарий ты сильно восторжествовал против всех кто напал на тебя и кто они те кто напал на твоих детей это учит тому что если кто-либо нападает на Израиль это тоже как если бы он напал на божественное присутствие шахину так сказано не забывай голос твоих врагов Таилим 74 23 твои враги шумят те кто ненавидит тебя подняли свои головы Таилим 83 3 почему почему они это делают потому что они хитро совещаются против твоего народа и советуются против твоих драгоценных там же стих 4 также сказано разве я не ненавижу их о господи тех кто ненавидит тебя разве я не борюсь с теми кто восстает против тебя Таилим 139 21 почему это так цитата я ненавижу их высшей ненавистью они стали моими врагами конец цитаты там же страница 22 мы находим тот кто касается тебя касается зрачка своего глаза Захария 2 12 здесь должно было быть моего глаза но в стихе используется эвфемизм такой человек так сказать нападает на Бога это изменение было введено мудрецами великого собрания конец цитаты Бог намеревается наказать народы за то что они веками оскверняли его имя притесняя Израиль это служит дополнительным мотивом для избавления мы читаем у Ехескеля 35 3 5 7 15 вот я против тебя о гора Сеир поскольку ты постоянно ненавидишь и отдала детей Израиля мечу во время их бедствия так я сделаю гору Сеир самым заброшенным местом и истреблю на ней всех кто приходит и уходит как ты радовалась наследию дома Израиля потому что он был заброшен так же я поступлю с тобой ты опустеешь гора Сеир и весь Эдом и они узнают что я Господь другими словами Бог предаст их опустошению и они узнают что Господь есть Бог далее мы читаем Ехескель 36 4 6 так говорит Господь Бог горам и холмам потокам долинам заброшенным пустыням и забытым городам которые стали добычей и посмешищем остатку народов вокруг истинного гнева его гнева я сказал против остатка народов и против всего Эдома который с радостью и презрением назначил мою землю себе во владение чтобы сделать ее добычей поэтому пророчествуй о земле Израиля и скажи горам и холмам потокам и долинам так говорит Господь Бог вот я сказал в своем рвении и ярости потому что вы претерпели оскорбление народов в Иоиль 4 2 7 19 21 сказано я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата и я буду судиться с ними за мой народ и мое наследие Израиль который они рассеяли среди народов разделив мою землю вот я восстановлю их из места куда вы их продали и верну ваше воздаяние на ваши собственные головы за насилие причиненное детям Иуды потому что они пролили невинную кровь в их земле хотя я оправдал их за прочие их грехи я не сделаю этого за кровь Израиля смотри Раши Господь живет на Сионе в Роша Шона 23 Алиф сказано Раби Йоханан сказал горе народам у которых нет средств исправления как сказано за медь я принесу золото и за железо я принесу серебро за дерево медь и за камни железо Йошиягу 60 17 но что можно принести чтобы заменить Раби Акиву и его коллег о них сказано хотя я оправдал их за прочие их грехи я не сделаю этого за кровь Израиля Иоиль 4 21 конец цитаты у У Вадьи 8 16 21 сказано «Разве разве в тот день говорит Господь не уничтожу мудрецов Эдома и понимание у горы Эсава твои сильные будут приведены в смятение ибо каждый из горы Эсава может быть истреблен мечом за твое насилие против твоего брата Яакова стыд покроет тебя и ты будешь истреблен навсегда в день когда ты стоял в стороне а странники уносили его имущество и чужеземцы входили в его врата и бросали жребий об Иерусалиме ты тоже был среди них но тебе не следовало ни высматривать день несчастья твоего брата ни радоваться о детях Иуды в день их гибели не говорить гордо в день бедствия тебе не следовало входить во врата моего народа смотреть на их несчастья накладывать руку на их имущество в день их бедствия тебе не следовало стоять на перекрестке чтобы убивать спасшихся или доставлять тех кто остался в день бедствия ибо день господа близок для всех народов что делали вы тоже будет сделано вам ваши дела вернутся на вашу собственную голову как ты пил на моей святой горе так и все народы будут постоянно пить да они будут пить и глотать и станут как будто не пили освободители поднимутся на гору Сион чтобы судить гору Эсава и царство будет принадлежать Господу так же сказано я ревностен к Иерусалиму и Сиону великим рвением я полностью недоволен народами которые живут в спокойствии ибо я лишь немного гневался но они умножили зло Захария 1 14 15 или в другом месте у Захарии 2 12 13 17 так говорит Господь Бог воинств ради твоей чести он послал меня к народам ограбившим тебя ибо тот кто прикасается к тебе прикасается к зрачку своего глаза я махну своей рукой над ними и они станут добычей тем кто служил им тогда ты узнаешь что Господь воинств послал меня молчи вся плоть перед Господом ибо он восстал из своего святого жилища Уцфании 2 8 10 сказано я услышал насмешки Муава и глумление детей Омона которым они насмехались над моим народом и говорили хвостливо на их границе поэтому жив я говорит Господь воинств Бог Израиля непременно Муав станет как Содом и дети Омона как Оморры вечным запустением остаток моего народа ограбит их и овладеет ими вот что они получат за свою гордыню за то что насмехались и говорили гордо против Господа цитата унижение Израиля есть осквернение имени Господа Раши Ехескель 39 7 когда унижение Израиля и издевательство над Богом достигнут апогея так что народы увидят что Бог не способен в кавычках помочь своему народу тогда придет избавление в свое время об этом сказано вдворим 32 36 39 43 тогда Бог рассмотрит дело своего народа и утешит своих служителей он увидит что их силы больше нет и что у них нет ни защиты ни помощи тогда они скажут где их Бог сила на которую они полагались пусть они теперь восстанут и помогут вам но вот смотрите это я я единственный нет иных богов кроме меня допоют хвалу колено его Бога народа ибо он отомстит за кровь своих рабов в Санедрин 97 Алиф говорится сын Давида не придет пока они не отучатся ждать избавления как будто нет помощи или поддержки для Израиля как сказано у них нет ни защиты ни помощи Сифрий комментирует Азину 326 цитата он увидит что их сила ушла комментарий когда он увидит что все они ходят перед ним в изгнании другой урок когда они отчаются ждать избавления конец цитаты есть еще одна причина почему избавление в свое время в кавычках назначено на нашу эпоху Бог покарал Израиль ужасным изгнанием потому что надеялся что это приведет к раскаянию к принятию небесного ярма но вышло так что изгнание только усугубило ситуацию Израиль не только не сделал выводы и не вернулся к своему отцу но более того даже обрадовался что избавился от Бога для еврея изгнание стало способом ассимилироваться впасть в ереси забыть Тору и само понятие о народе Бога наш милосердный небесный отец неторопливый на гнев и богатый на любовь никогда не допустит страдания Израиля без серьезной цели если изгнание утратило свое первоначальное предназначение если оно стало источником ассимиляции и бегства от судьбы то какой смысл продолжать его чем больше евреи обустраиваются в изгнании и сближаются с неевреями тем больше они погружаются в трясину нееврейской культуры и удаляются от Торы привыкая к мировоззрению неевреев и перенимая его в своей повседневной жизни тем сложнее им становится принять Божью Тору сегодня масса еврейства изгнания живущие в иностранном культурном окружении достигли того состояния при котором они уже не в состоянии воспринимать Божью истину Торы они утратили способность различать между истиной Торы и ложью народов между добром и злом жизнью и смертью это именно то о чем Бог нас предупреждал дворим 30 15 19 смотрите сегодня я поставил перед вами свободный выбор между жизнью и добром смертью и злом я призываю небо и землю в свидетели перед вами я поставил жизнь и смерть благословение и проклятие вы должны выбрать жизнь чтобы вы и ваши потомки могли выжить конец цитаты это предупреждение прозвучало в тот момент когда еврейский народ готовился войти в свою землю где он должен был жить изолированно от других народов и их мерзких обычаев к сожалению мы сильно грешили даже в Эрецисраэль что привело к изгнанию вместо того чтобы стать народом живущим отдельно Бемидбар 23.9 мы закончили свой путь среди народов и большинство евреев полностью им уподобились в результате многие из нашего народа утратили способность к выбору тот свободный выбор который у них был в Эрецисраэль земля родина все это превратилось в фарс поселившись среди народов евреи стали их духовными пленниками нынешняя ситуация намного плачевнее чем та о которой сокрушался пророк Ирмиягу 5.3 о господи непременно твое наблюдение должно было достичь чего-то ты поражаешь их но они умны ты поглощаешь их но они отказываются принимать исправление они делают свои лица тверже камня отказываются обратиться конец цитаты как можно рассчитывать что Израиль обратится как народ когда их все полностью устраивает какой Богу смысл продолжать наказывать свой народ когда наказание не только не достигло цели но как мы увидели после катастрофы десятки тысяч верующих евреев стали еретиками как Бог может приблизить к себе народ который уже не может выбирать между добром и злом жизнью и смертью Ирмиягу пишет 13.23 может ли Эфиоп изменить цвет своей кожи или леопард свои пятна тогда можете ли вы делать добро если вы привыкли делать зло конец цитаты Родак комментирует вы так привыкли ко злу что оно не может оставить вас как будто оно стало для вас второй натурой конец цитаты в нынешний век научно-технического прогресса когда материализм и космополитизм сделали ассимиляцию благом стало предельно ясно еврей будучи заложником иностранной культуры не изменится напротив он продолжает гордо удаляться от лагеря Торы от всякой мысли раскаянии отрезав все связи со своим прошлым он так сказать потерял способность свободного выбора тот кто был предназначен к небесной славе барахтается в грязи это фундаментальная причина почему Бог именно сегодня готовит избавление в свое время я уже приводил комментарий наших мудрецов о том что избавление придет либо в свое время либо ускоренно Ешияу 60 22 нет никаких сомнений что сегодня началось избавление в свое время равно как и положенные родовые муки кто спасет нас от такого избавления кто поможет избежать трагедии и мессианских родовых мук в отличии от ускоренного избавления когда Израиль кается и обращается к Богу избавление в свое время приносит ужасные страдания Санедрин 98 Бет Раф сказал сын Давида не придет пока языческое царство не распространит свое влияние на Израиль на 9 месяцев как сказано поэтому он придаст их до времени пока не родит имеющее родить тогда остаток его братьев вернется с детьми Израиля Михей 5 2 Ула сказал пусть он придет так чтобы я его не видел и раба сказал тоже на долю Израиля выпадут беды и несчастья особенно на праведных причем это будет еще до войны Гога и Магога как написал раби Йоханан Санедрин 98 Алиф если ты видишь поколение наводненное проблемами как рекой жди Машиаха там же 97 Алиф Равины узнали Господь рассмотрит дело своего народа и утешит своих рабов он увидит что их силы больше нет и нет ни защиты ни помощи Дворим 32 36 Сын Давида не придет пока они не отчаются ждать избавления как будто для Израиля нет ни поддержки ни помощи как сказано нет ни защиты ни помощи конец цитаты в трактате сота 49 бет сказано при приближении Машиаха дерзость увеличится самые уважаемые станут шарлатанами виноградники будут давать свой плод но вино будет дорогим правительство обратится в ересь и не будет порицания место встречи ученых станет борделем Галилея будет уничтожена Гавлан опустеет а жители пограничных городов будут ходить из города в город встречая неодобрения мудрость книжников будут оплакивать боящиеся греха будут в презрении лицо поколения будет подобно морде собаки и истина исчезнет молодежь будет позорить своих пожилых пожилые восстанут на молодых сыновья оклевещут своих отцов дочери нападут на своих матерей и свекровей родные человека станут ему врагами лицо поколения будет словно морда собаки и сын не будет иметь стыда перед своим отцом и на что мы будем полагаться на нашего отца небесного конец цитаты мессианские родовые муки начнутся со страданий которые охарактеризуют весь период они закончатся попыткой народов напасть на еврейский народ и его землю в кетувот 112 бет сказано раби еремия бараба сказал в поколении в котором придет сын давида ученых торы будут преследовать когда я сказал это перед шмуэлем он сказал будет одна чистка за другой как сказано когда останется только одна десятая даже они будут поглощены и шаяу 6 13 раби йосеф узнал будет одна волна грабежа за другой конец цитаты уже в писании упоминается что избавление в свое время будет сопровождаться страданиями это избавление не зависит от заслуг Израиля его целью будет только освящение Божьего имени Захария 14 1 2 цитата вот день идет господа когда взятая у вас добыча будет разделена на ваших глазах ибо я соберу все народы против Иерусалима на битву и город будет взят дома ограблены и женщины изнасилованы половина города отправится в изгнание но остаток не будет истреблен в городе конец цитаты речь идет о нападении Гога и народов на Эр-Цесраэль как объясняет Радак это время когда Гог и Магог нападут на землю Израиля слова я соберу комментарий Бог внушит их сердцам мысль о войне против Иерусалима как в Ехескель 39.2 я побужу тебя прийти от дальних краев севера и приведу тебя на горы Израиля конец цитаты слова город будет взят комментарий эта беда придет чтобы очистить треть оставшуюся в нем о чем сказано спрячься на мгновение пока не пройдет гнев Иешаягу 26.20 и в Данииле 21.1 сказано будет время бедствия какого еще не было с тех пор как ты стал народом конец цитаты при избавлении в свое время произойдут невиданные бедствия и лишь затем начнется собственно избавление не не позволяйте своему брату другу или раввину которому вы доверяете сбить вас с пути ложными уверениями что избавление придет без страданий для этого необходимо покаяние и упование на Бога которых у нас нет даже внешняя религиозность не спасет Израиль от мессианских родовых мук единственный выход продемонстрировать веру и упование на Бога храбрыми поступками без страха перед народами Вот контекст вышеприведенной цитаты Радака из Ешеяу 26 20 21 Приди мой народ войди в свои убежища и закрой за собой двери спрячься на мгновение пока не пройдет гнев ибо Господь оставит свое жилище чтобы наказать жителей земли за их грех Конец цитаты Таким образом Бог сообщает Израилю что перед наступлением избавления когда он решит наказать народы будет момент гнева Очевидно речь идет о войне Гога и Магога Радак пишет Здесь сказано что в войне Гога и Магога Израиль постигнет недолгое страдание Мудрецы учат Ялкут Шимани Ешаягу 432 Цитата Приди мой народ войди в свои убежища Комментарий Исследуйте убежище своего сердца а именно о том почему я навел на вас страдания Не осуждайте божественное правосудие Вместо этого закройте двери за собой Конец цитаты Хотя Бог призывает нас спрятаться на мгновение а согласно Радаку страдание будет недолгим Горе тем кто испытает на себе этот недолгий период им предстоит увидеть захват Иерусалима и различные зверства А Эрцисраэль будет в руках врага девять месяцев В глазах Бога это тоже мгновение Но кто способен предсказать сколько страданий выпадет на нашу долю в это мгновение в кавычках Как бы то ни было Бог управляет временем и пространством и в его силах сократить бедствие Это важный принцип касающийся мессианских родовых мук Сам Бог инициирует войну Гога в которой и он сам и его помазанный народ Израиль сделаются посмешищем Но в итоге Божье имя будет освящено Эта война ясно покажет что все попытки народов уничтожить Израиль являются войной против Бога Таилим 83 4 6 Они хитро совещаются против твоего народа Они сказали Пойдем истребим их из народов чтобы имя Израиля больше не вспоминалось Конец цитаты Ибо они сговаривали с одной целью Против тебя они заключают союз Конец цитаты Раша комментирует Этот союз только против тебя чтобы стереть твое имя Ты называешься Богом Израиля и когда Израиль будет забыт твое имя тоже будет забыто Конец цитаты Речь идет обо всех унижениях притеснениях и попытках уничтожить Израиль которые народы предпринимали на протяжении веков за все зло которое они причинили Израилю и за сквернение своего имени Бог отомстит им и осветит свое имя В это время Он побудет народы чаша грехов которых уже переполнено напасть на Израиль Так начнется война Гога и Магога о которой написано Я поверну тебя вложу крючья в твои челюсти и выведу тебя Ехэскель 38 4 В этой войне Бог отомстит народам и уничтожит их после чего Израиль либо покается и наступит скорое и величественное избавление либо не покается и тогда с избавлением придут страдания Война Гога покажет что для Бога является мгновением в кавычках Ишеягу 26 20 Бог исчисляет время не так как человек для него мгновение в кавычках может измеряться в заслугах Израиля Если евреи окажутся достойны мгновение в кавычках будет очень коротким Если нет оно наполнится страданиями как описали Захария и мудрецы Итак нападение Гога и народов на Эра Цесраэль произойдет в любом случае поскольку Бог намерен навсегда истребить народы Если Израиль заслужит ускоренное в кавычках избавление нападение и поражение народов произойдет быстро поскольку они тоже будут ускорены согласно Ишеягу 60 22 И избавление и мгновение опасности пройдут очень быстро Однако если Израиль не заслужит этого Гог и народы смогут захватить его и заявить о победе и мгновение в кавычках будет продлено на какое-то время начнутся ужасные бедствия но через какое-то время Бог уничтожит Гога и народы принеся избавление Как видим мгновение это определенный промежуток времени в течение которого народы нападают на Израиль провозглашая пойдем истребим их из народов чтобы имя Израиля больше не вспоминалось Таилим 83 5 Ермиягу сказал об этом так 37 Увы тот день велик нет подобного ему это время бедствия для Якова но он будет спасен из него конец цитаты Радак комментирует это будет в войне Гога и Магога которое мгновенно станет бедствием для Израиля так Вишиягу 26 20 сказано спрячься на мгновение пока не пройдет гнев В Даниле 21 1 сказано Будет время бедствия какого еще не было с тех пор как ты стал народом Конец цитаты Велкут Шамони говорится раввины узнали из гнева на Израиль позже произойдет Божье принятие из ярости милосердия из бедствия облегчения из удаления приближения из падения восстановления из тьмы свет Конец цитаты Гнев бедствия и так далее являются содержанием того мгновения в кавычках и времени бедствия в кавычках после которых придет избавление Об этом говорится в Ишеягу 54 8 В избытке гнева я спрятал свое лицо от тебя на мгновение но с вечной добротой я проявлю сочувствие к тебе Конец цитаты Другими словами Бог спрячет свое лицо только на мгновение но если Израиль не заслужит ускоренного в кавычках избавления это будет мгновение гнева Горе нам ожидающим мгновения Гога и Магога и предшествующих ему мессианских родовых мук как можно не бояться этого момента как можно сидеть сложа руки когда об этом времени сказано Господь удалит людей далеко земля придет в запустение если в ней останется одна десятая то и она будет поглощена Ешаягу 6 12 13 или как сказано у Захарии 13 8 9 во всей земле говорит Господь две трети будут истреблены и умрут но одна треть останется и я проведу третью часть через огонь и очищу их как серебро и испытаю их как золото конец цитаты да поможет нам небо если мы не храним Божьи предписания и такова наша доля смотри Таилин 119 56 вот что еще мудрецы говорят об этом мгновении писик Тарабати Хосафа 2 цитата сказано была полночь шмот 12 29 комментарий это согласуется со стихом в мгновение они умирают в полночь люди трясутся и отходят их сила удалена они бессильны Иов 34 20 это относится к первенцам Египта которых Бог поразил в мгновение как сказано в мгновение они умирают полночь сколько длится мгновение раби Абин Аливи сын Ребе сказал в мгновение ока конец цитаты да Бог исполнит свое обещание в мгновение ока для тех кто докажет свою веру в Бога самоотверженными поступками избавление в свое время будет быстрым как мгновение для остальных же это мгновение в кавычках растянется на более продолжительный период бед и несчастье мы никогда не должны забывать что данный период переживет меньшинство что видно из приведенного стиха из Захарии 13 это меньшинство будет находиться только в Эрцисраэль тогда как из евреев изгнания не уцелеет даже один человек на целый город спасенный остаток будет только на горе Сион цитата но на горе Сион будет остаток и он будет свят о Вадья стих 17 Родак комментирует хотя многие евреи погибнут в изгнании все еще будет большой остаток на горе Сион из которой они когда-то были изгнаны конец цитаты в Данииле 12 1 сказано в то время восстанет Михаэль великий князь защищающий твой народ и будет время бедствия какого не было никогда с тех пор как вы стали народом и твой народ все найденные написанными в книге будут избавлены конец цитаты Ибн Эзра комментирует это бедствие придет на весь мир но поскольку великий князь Михаэль защищает Израиль твой народ все найденные записанными в книге спасутся это праведные как сказано перед ним будет писаться книга о тех кто боится Господа Малахия 3 16 конец цитаты иными словами когда Бог восстанет чтобы отомстить и осветить свое имя мир будет уничтожен в Таилим 46 2 4 говорится Бог наше убежище и сила быстрая помощь в беде поэтому мы не будем бояться пусть даже земля изменится горы сдвинутся в море его воды зашумят и вспенятся и горы затрясутся от его волнения конец цитаты царь Давид рисует перед нами ясную картину заключительной стадии избавления когда Бог гордо восстанет чтобы отомстить за осквернение его имени это иронично поскольку еще недавно народы гордились возвышаясь над Богом весь мир разрушится и изменится горы падут в сердце моря убитым не будет конца царь Давид описывает ничто иное как войну Гога и Магога против Иерусалима Ибн Эзра комментирует я считаю что здесь говорится об Иерусалиме и войнах конец цитаты может показаться странным что в этом стихе говорится мы не будем бояться тогда как согласно другим стихам еврейский народ потерпит бедствие и выживет лишь небольшой остаток ответ заключается в том что мы уже обсуждали избавление придет либо через ужасные мессианские родовые муки в свое время либо в славном ускоренном спасении писание описывает оба сценария но исполнится только один если Израиль окажется недостойным на нем исполнятся все ужасы описанные писанием и мудрецами в обратном случае избавление придет после быстрого уничтожения Гога и народов вот что мы читаем в псфонии 3 7 9 я думал что народы обязательно убоятся меня и примут исправление так что их жилище не будет истреблено несмотря на все то чем я угрожал им однако они рано извратили все свои дела поэтому ждите меня говорит Господь до того дня когда я восстану для охоты ибо мое намерение в том чтобы собрать народы и царства и излить на них мое негодование весь мой пылающий гнев вся земля будет пожрана огнем моего рвения тогда я обращу народы в более чистый язык чтобы они все могли возвещать имя Господа служа ему с одним разумом конец цитаты бог надеялся что Израиль обязательно убоится его и примет его владычество так что избавление будет ускоренным однако Израиль извратил свои пути так что богу пришлось отправить его в изгнание где он будет ждать ужасных страданий избавления в свое время когда это произойдет и бог накажет гога и народы Израиль тоже пострадает вместе с ними тогда бог прольет свое рвение на гога и весь мир а остаток Израиля примет его владычество как уже отмечалось исполнение ожидает только один из двух возможных сценариев бог восклицает я думал народы непременно убоятся меня в Таилим 81 14 16 мы читаем как бог обращается к народам о если бы мой народ послушал меня и если бы Израиль последовал моим путям я бы скоро кемат покорил их врагов и обратил свою руку против их противников ненавидящие господа должны отступить перед ним и их наказание пребудет вечно на